Слава Богу! Мы услышали эти слова, всем нужен Бог. Но есть и другая сторона медали, мы также нужны Богу. Я, когда первый раз слышал свидетельство брата, мне пришли на память известные слова из Талмуда, возможно, вы их слышали, и там сказано, спасший одного человека, спас весь мир. И я задумался над тем, что порой мы для всех это просто один из людей. Даже, может быть, для государства, для общества, мы просто такая статистическая погрешность. Пришел человек, ушел человек, но для Бога мы весь мир. Иногда, даже когда не осталось ни одного друга, есть та личность, которая в нас заинтересована. И хотелось бы вместе с вами об этом сегодня порассуждать. Сегодня мы будем рассуждать, продолжим рассуждать и рассматривать серию тем, которые было предложено, серия тем, которые мы начали их рассматривать и будем продолжать рассматривать на протяжении четырех богослужений. Это наиболее часто задаваемые вопросы теми людьми, которые приближаются к Богу или интересуются верой, интересуются Богом, интересуются Библией. Но, готовясь, я подумал над тем, что эти вопросы, они важны не только для тех людей, которые еще не знают о Боге, они важны также и для тех людей, которые уже давно в церкви. Почему? 1 Петра 3,15 говорит, «Будьте всегда готовы всякому, требующему вас отчета, в вашем уповании, дать отчет скротостью и благоговением». Знаете, нам порой кажется, что мы все знаем, все понимаем, на все вопросы готовы ответить, но порой столкнешься с простым вопросом и понимаем, что нужно сесть, собраться, что-то перечитать, переосмыслить свою жизнь, собраться воедино, чтобы дать ответ. Я верю и понимаю, что это серия таких проповедей, они помогут в какой-то мере нам быть готовыми к подобным вопросам. И сегодня мы будем рассуждать на тему, почему в мире существует зло. Или я даже перефразировал бы этот вопрос так. Почему Бог допускает зло? Почему Бог допускает это? Не секрет, что мир полон зла, полон беззакония, ненависти, насилия. Мир – очень нелюбящее место. И мир – это некомфортное место для многих людей. Но вопрос сегодня я не столько хотел бы рассуждать о зле. Мы и так много можем говорить о зле и беззаконии. Я сегодня хотел бы порассуждать над другой частью. Если Бог есть, мы часто задаемся вопросом, если Бог добр, если и Бог вообще существует, то почему мир такое злое и такое враждебное место? И продолжая, конечно, когда этот вопрос возникает? Мы слышали стихотворение сегодня. Бог нужен нам, когда шахту завалило. Бог нужен тогда, когда человек находится, возможно, в военных окопах. Бог нужен тогда, когда наш близкий человек в больнице. И в этом есть доля истины. В каком смысле это в том, что когда что-то происходит, когда мы читаем или слышим новости и слышим страшную информацию, что где-то был очередной теракт, где-то рухнул самолет, где-то очередной подросток взял пистолет или взял оружие и пошел в школу. И в этой ситуации многие люди задаются вопросом, а где во всем этом Бог? Если Бог есть, почему Он допускает это? И, наверное, можно вспоминать много таких примеров. Психологи говорят, что когда мы слышим подобную новость, она отпечатывается в нашей памяти, и мы даже помним, где мы находились, кто принес нам эту новость, какие были обстоятельства, может быть, погода какая была. Я помню, что произошло, когда я услышал про 11 сентября и где я находился. Я помню, что было, когда был взрыв в Минском метро. Я даже в двух словах расскажу эту историю. Родители жены пригласили нас вечером поехать отпраздновать день рождения тестя. И действительно было хорошее время, был хороший стол, хорошее общение. Приехала, был я с супругой, наши дети, были родители жены, сёстры жены. И мы проводили хорошее время. Там была ещё одна семья, которые были друзьями отца. И мы хорошо общались с муж, с женой, их дети. Но, знаете, однажды или в какой-то момент что-то произошло. В один момент супруга вот этого человека, она открыла телефон, как иногда это бывает, начала листать ленту, и она прочитала новость о том, что произошёл взрыв. И, знаете, вот тот вечер, он уже с тех пор он был другим. Мы как-то уже не смогли так радоваться, не смогли так общаться. Мы снова и снова в нашем разговоре, в наших мыслях возвращались к тем событиям. Мы думали, а что же произошло? А пострадали люди? А серьёзно ли пострадали? Когда мы слышали звуки скорых, мы сразу же первым делом об этом думали. И вот весь вечер он уже был скомканным. И мы понимали, что что-то случилось. Но, с другой стороны, мы понимаем, что трагедию в собственной семье, в нашем собственном окружении перенести гораздо и гораздо сложнее. Да, когда я услышал о том, что рухнули башни-близнецы и погибли тысячи людей, это было потрясение. Даже когда я услышал о взрыве в Минском метро, это действительно очень сильно на тот вечер тронуло нас. Но, знаете, я приведу такой пример, прошло несколько лет. И однажды кто-то передал мне новость. Вот эта семья, которая была с нами тогда, они поехали на закупы, как говорят, в Польшу. Они строили дом в посёлке недалеко от Минска. Закупились какими-то вещами. Возвращались на микроавтобусе. Там целая группа была, большая группа людей. Все со своими покупками. И в определённый момент, где-то не доезжая Держинска, водитель, молодой парень, который, наверное, не выспался, он заснул за рулём. И машину просто он... Там был резкий поворот, и он не вписался в этот поворот, вылетел в кювет. Машина очень сильно пострадала. Вот этот мужчина, о котором я говорю, он был весь переломан. Долго лежал в больнице, много травм, переломов. Его жена, она умерла на месте. Многодетная семья, дети остались без мамы. Отец вот в таком положении. И знаете, вот эта вторая новость, при том, что по масштабам, наверное, для страны она была гораздо менее значительна, но нас она тронула гораздо более серьёзно. Она, знаете, очень сильно ранила наше сердце, когда мы осознали глубину проблемы, глубину потери. И вот этот вопрос, почему Бог допускает это? На самом деле это очень глубокий вопрос. Почему? Потому что, рассуждая об этом, мы вообще думаем другими словами, если Бог есть, то является ли Он добрым Богом? А может быть, как есть такие теории дуализма, Бог и добрый, и плохой. А может быть, Бог и злой в какой-то мере. А может быть, Он желает наказать людей. А может быть, наоборот, как кто-то считает, Бог отстранился, как Стивен Хокинг, который предложил эту теорию большого взрыва. Я листал эту книгу «Краткая история времени», и его лучший друг, тоже астрофизик с мировым именем, написав вступление, говорит, эта книга не об отсутствии Бога, не о Его присутствии. Это книга о том, что Бог не вовлечён в человеческую историю. Есть и такая точка зрения. Есть теория эволюции, которая говорит, что Богу нет места в нашей земной жизни. Люди на протяжении тысячелетий задавали этот вопрос. Библия рассказывает историю Иова, и его называют благочестивым Иовом, многострадальным Иовом, невинным Иовом. Это человек, который, наверное, мы знаем эту историю, человек, который имел всё. Имел большое богатство, имел большую семью, десять детей, имел здоровье, имел славу, почёт, уважение общества того времени. Но наступил чёрный день в его жизни, когда, как говорят, как карточный домик, всё начало рушиться. Он одно за другим стал терять своё имущество, свои стада, свою недвижимость. Потом он слышит новость о том, что его дети, которые праздновали день рождения одного из сыновей, находились в доме, и был большой ураган, большой ветер, который обрушил этот дом, и дети погибли. Потом проходит короткое время, и он узнаёт, что он заболел смертельной болезнью, и его жизнь рано или поздно, и, скорее всего, раньше, закончится. У него нет будущего. И вот этот человек в своей книге, книге Иова, он переосмысливает свою жизнь, он рассуждает о природе страданий, рассуждает над тем, о какую роль имеет Бог во всех этих страданиях. Впрочем, не только он, и его жена. Его жена сказала ему такие слова, «Прокляни Бога и умри». Для его супруги, для Иова, не стоял вопрос, есть ли Бог. Но его жена решила, что если проклясть Бога, то жизнь Иова прекратится. Прекратятся вот эти бессмысленные страдания, которые пришли в его жизнь. И в новом русском переводе мне нравится ответ вот этого человека, Иова. Иов сказал, «Ты говоришь безбожно и глупо. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Удивительная книга. Я не знаю, как понимал Иов вовлеченность Бога. Считал ли он, что Бог допустил это зло, или он видел это по-другому? Но знаете, что я вижу в этой книге? По прошествии всех страданий, по прошествии долгой борьбы внутри себя, борьбы со своей супругой, борьбы со своими друзьями, Иов говорит такие удивительные слова. Опять же, я читаю в современном переводе, они мне очень нравятся. «Я знаю, что Искупитель жив, и что в конце концов появится он на земле. И даже после того, как кожа моя истлеет, все равно во плоти своей я Бога увижу. Я увижу Его своими глазами, я и никто другой. Я страстно желаю этого дня». Человек, который проходил глубочайшие страдания, человек, который потерял, по сути, все в своей жизни, человек, который по всем канонам должен был отвернуться от Бога и сказать, если есть такой Бог, то Он мне не нужен. Но этот человек говорит, что мои страдания приблизили меня к Богу. И наоборот, я жду этого дня, когда я встречусь с Богом лицом к лицу. Но если мы вернемся к настоящему времени, к нашей жизни, то мы можем сказать, что есть, несмотря на то, что, к счастью, мы не проходим ничего подобного, что проходил Иов, но есть много непредвиденных опасностей, которые угрожают нам день ото дня. Финансовый кризис, финансовые проблемы. И эта опасность, которая беспокоила и беспокоит множество людей. Конечно, мы все беспокоимся, что наши, если и есть какие-то сбережения, то они исчезнут, они будут потрачены. Это самый большой страх, наверное, белорусов, что придется менять доллары, которые лежат в заначке. Может быть, мы боимся, что мы потеряем работу, что не сможем обеспечивать наших детей. стихийные бедствия. Мы не думаем о них каждый день, но буквально на этой неделе был этот циклон, который принес много вреда нашей стране. И когда я ехал, там лежали эти поваленные ветки, лежали сломанные бигборды, остановки переворачивались и так далее. Были люди, которые пострадали, хотя и никто и не думал, что он пострадает. Мы боимся, что мы можем заболеть. И в наше время это особенно актуально, когда мы услышали, что кто-то где-то чихнул, кто-то кашлянул, кто-то еще что-то. И люди, многие уже так вот отстраняются и отходят, говорят, ну, на всякий случай. Но, впрочем, одна из наиболее таких страшных, на мой взгляд, и серьезных опасностей, это когда люди, неважно имеющие власть или не имеющие, большие люди этого мира или малые, но они начинают злоупотреблять властью. Когда мы говорим о преступниках, о террористах, о диктаторах, о тиранах разного рода, такая наглядная картина, человек, который, как говорят, дорвался до власти и столько много зла сделал в этом мире. И мы, наверное, люди, по-особенному боимся вот именно такого состояния, когда мы будем возвращаться домой или когда наши дети будут возвращаться домой, и найдется вот такой человек, который решит сделать зло. Или когда, вот как в тех же школах, где никто не думал, никто не планировал, но находится ученик, у которого что-то случилось, и он приходит с оружием. Или много-много таких вот примеров, но здесь, говоря об этом, хотел бы коснуться такого качества, как свободная воля человека. И для этого я хотел бы вернуться к Библии, к первым главам, даже к самой первой главе Библии, главе Бытия. Я думаю, что, наверное, для людей, которые уже какое-то время ходят в церковь, я не скажу ничего нового, но я хотел бы напомнить четыре принципиально важные истинные книги Бытия. И эти истины следующие. Даже много не буду на этом останавливаться. Четыре важных заявления. Первое заявление – это то, что человек создан Богом. В отличие от всяких теорий эволюции или любых других, Библия говорит, и она категорически утверждает, что человека создал Бог. Второе важное заявление книги Бытия – Бог создал человека особенным. Теория та же эволюция не может дать ответа, откуда у нас есть такой развитый интеллект, эмоции, мораль, совесть. Откуда она взялась? Речь такая, как она есть. Даже если человек развился, там непонятно из чего, откуда все это возникло. Но Библия говорит, что мы сотворены особенными. Первая книга Бытия 1, 26. Бог сказал, написано, «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Бог сотворил человека личностью и наделил его качествами личности. Почему? Третий принцип. Бог сотворил человека для особых целей. И одна из этих целей – это то, что Бог желал общаться с людьми. Бог желал общаться с человеком на равных. На равных я не имею, что мы должны были стать богами, но на равных как с личностью. Как с личностью, с которой не как с роботом, не как, знаете, автоответчиком. Тоже можно там и с Сирией пообщаться, еще с кем-то. Но Бог не хотел создать некое существо, которое бы просто отвечало на его запросы. Бог хотел общаться с человеком как с личностью. И для этого Бог, как здесь написано, наделил человека уникальным качеством – свободная воля, свободный выбор. Человек мог сам решать, общаться ему с Богом или нет. О чем общаться? Когда общаться? Что делать? И говоря о свободном выборе, хотел бы заметить очень важный, на мой взгляд, принципиальный принцип. У меня есть такое небольшое пособие с собой. Я, когда готовился, поехал, приобрел вот такое яблоко. И, наверное, вы догадались, к чему это. Библия рассказывает, что в Эдемском саду Бог насадил дерево познания добра и зла. И, кстати, хотя общепринято считать, что это было яблоня, но нигде в Библии мы не находим. Это мог быть гранат, гранатовое дерево, могло быть любое другое. Плодовое, фруктовое дерево, но пусть это будет яблоня. И Бог насадил вот это дерево и сказал, от всех деревьев вы можете срывать и кушать, а вот от этого дерева не ешьте. Почему? На слайде я разместил вот такую красную кнопку. Я нашел ее в интернете по запросу «Большая красная кнопка». Такие кнопки используют где? На механизмах, на оборудовании, на эскалаторах. Для чего? Когда мы едем на эскалаторе, и что-то неправильное пошло, чтобы в любой момент, любой человек мог стукнуть рукой и сказать, все, достаточно, останавливаем. Если оборудование начинает работать неправильно, если машина пошла работать неправильно, то есть вот эта кнопка «Стоп», которую можно нажать. И в чем особенность свободной воли? Свободная воля по-настоящему свободна тогда, когда у человека есть выбор. Знаете, кто-то когда-то сказал, что бывают такие ситуации, когда при всем богатстве выбора, говорят, другой альтернативы нет. Бывают такие альтернативы, из которых и нечего выбрать, и результат будет один. И люди, выбирая, они, впрочем, и не выбирают. Но если бы так Бог поступил, это было бы неправильно. И Бог дал человеку вот эту условную большую красную кнопку. Бог дал человеку вот эту точку выбора, возможность самоопределения, когда человек мог бы сказать, «Бог, да, ты предложил отношения с тобой, ты предложил общаться с тобой, ты предложил твой план для моей жизни, но мне это не подходит. Ты дал мне свободную волю, и моя свободная воля говорит, что мне Бог в моей жизни не нужен». Если представить, что Бог был в этом помещении, то это то же самое, что Адам подошел бы к двери, открыл вместе с Евой дверь, вышел и хлопнул со всей силы дверью, и сказал, «Бог, до свидания, я буду жить своей жизнью по своим принципам, по своим интересам». И это то, что Библия называет грехом. Неверие, бунт против Бога и решение жить своей жизнью вопреки желанию Божьему для нашей жизни. Но Бог не желал этого, не предусматривал, но свободная воля в своей сути она давала человеку такую возможность. Продолжая рассуждение, хотел бы обратить внимание и перейти к глубочайшей проблеме человечества. Вот я подвожу к тому, что одна из глубочайших проблем людей это злоупотребление свободной воли. В больших вопросах и в малых вопросах. Большие вопросы. Мы можем говорить о мировом финансовом кризисе, который лишил нас работы и лишил денег. Но за мировым финансовым кризисом стоят люди, которые желают спекулировать на рынке, которые имеют жажду наживы, и люди эти имеют свою свободную волю. Мы можем говорить о том, что мы не имеем достаточно продуктов питания, но в мире достаточно продуктов для всех. В мире достаточно воды для всех, финансов, наверное, для всех, но неравномерное вот это распределение это опять чья-то свободная воля. Даже такие глобальные вопросы, как изменение климата. Мы можем винить Бога и говорить, что это Бог виноват, что это климат поменялся. Но мы все прекрасно знаем, что это не Божья вина. Это жадность людей, это решение людей, это парниковый эффект, и вот влияние на окружающую среду, которую мы, люди, оказываем, разводы, влияние алкоголизма, насилия и так далее, и так далее. Мне нравится история, которую я когда-то слышал, я читал или слышал, историю, которую рассказывал один из пастырей. И он говорит, ко мне часто приходят люди исповедоваться или помолиться, или рассказать о чем-то. И говорит, например, ко мне приходила девушка, которая говорит, я, будучи христианкой, однажды начала встречаться с неверующим парнем, у нас были отношения, я забеременела, родила ребенка, он меня бросил, я теперь живу одна, денег у меня не хватает, мне никто не помогает. Почему Бог допустил это? Где был Бог? Он рассказывал другую историю, говорит, молодой человек, однажды ему захотелось больше денег, он взял оружие, пошел и ограбил кого-то, его, соответственно, словили, посадили, его вся жизнь была поломана, и он также потом пришел к пастору и говорит, слушай, пастор, а где был Бог? Почему он это допустил? И мне понравился ответ этого пастора, он говорит, подожди, а при чем тут Бог? Он говорит девушке, ты решила вступить в отношения с этим человеком, ты решила вне брака иметь с ним взаимоотношения, ты забеременела, а при чем тут Бог? Молодой человек, ты взял оружие, ты пошел грабить, грабить, а при чем тут Бог? Это твоя свободная воля, это твой выбор, и ты пожинаешь плоды твоего выбора. И продолжая, понимая, что Бог подарил человеку свободную волю, но здесь я хотел бы подойти к другому вопросу, и вместо вопроса, почему Бог допускает это, задаться вопросом, а почему человек допускает это? не нашли это выбор того, что произошло в нашей жизни? Знаете, многие мы люди, мы так часто очень хорошо устроились, мы привыкли винить обстоятельства, мы привыкли винить, может быть, родителей, может быть, культуру, в которой мы выросли, может быть, влияние улицы, может быть, недостаток образования или еще что-то, может быть, правительство, но в конечном итоге мы очень часто забываем, что это наш выбор. В каждом дне, в каждой секунде мы выбираем что-то. Продолжая, Библия говорит о нашей личной ответственности, даже сама смерть, какой ужасной она бы не была. Бытие 3.3 Бог сказал Адаму и Еве, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Римлянам 6.23 Ибо возмездие за грех смерть. Адам в своей свободной воле сделал этот выбор. Но, впрочем, не делаем ли мы такой же выбор, как люди? Не хлопнули ли мы однажды дверью перед Богом и не сказали ли мы, что Бог, ты мне не нужен? Я не хочу быть в отношениях с тобой, я не хочу верить в тебя, я хочу жить так, как я хочу, думать, как я хочу, двигаться, куда я хочу. Но Библия говорит о нашей ответственности. Если здесь, на земле, мы не признаем нашу ответственность за злоупотребление нашей свободной волей, если мы не обратимся к Богу, то в вечности мы будем раз и навсегда разделены с Богом. И Библия называет это состояние Ад. Да, в популярной литературе Ад – это черти, это котлы, это, не знаю, смола, которая там кипит, какие-то рожки, хвостики. Но Ад на самом деле что-то более страшное. Ад, как мы видим из Библии, Ад – это место полного отсутствия Бога. И если Бог – это любовь, то Ад – это место отсутствия любви. Если Бог – это мир, то Ад – это место отсутствия мира. Если Бог – это прощение и сострадание, то Ад – это место отсутствия прощения и сострадания. И мы можем продолжить этот список настолько, что мы поймем, что Ад – это самое злое и самое темное место, куда может попасть человек. Но есть хорошая новость во всем этом. И Библия – это книга хороших новостей. Библия – это книга не о том, что мы погибли, не о том, что у нас нет будущего. А Библия – это книга о том, что безусловная Божья любовь, она велика и непостижима. И несмотря на то, что человек однажды вот вкусил этот плод, несмотря на то, что он нажал эту большую красную кнопку, и не только Адам, а каждый из нас в нашем выборе, в нашем решении, мы в своей свободной воле сделали этот выбор. Но Бог, Он продолжает любить нас и Он пожелал спасти нас. И для этого Он послал в этот мир Своего Сына Иисуса Христа. Опять же, я сегодня привожу много таких вот образов. Я думаю, вы понимаете, что-то не в буквальном смысле, но поскольку была уже одна красная кнопка, я хотел бы привести пример второй красной кнопки. Вообще, наверное, кто следит за новостями, вы когда-то сталкивались и знаете, что был тот период в истории взаимоотношений Америки и России, когда администрация американского президента решила как-то возобновить отношения или возродить отношения с Россией, с российской администрацией. И представитель администрации Хиллари Клинтон подарила, передала вот такую красную кнопку, на которой была ошибка, кстати, вместо перезагрузка было написано перегрузка. Вот не знаю, насколько это повлияло на последующие события взаимоотношений России и Америки, были ли они перезагружены или перегружены, или ничего с ними не произошло. Кнопка оказалась нерабочей. Но я хочу как пример вот взять эту кнопку. Если в Эдемском саду была эта большая красная кнопка, которую человек нажал и сказал, я хочу выйти из отношений с Богом, то смерть Иисуса Христа это была другая красная кнопка, которая позволяет перезагрузить отношения с Богом. Бог не может принять решение за нас. Бог не может сделать выбор за нас, но Он дал нам такую возможность, Он дал нам шанс. Известный библейский стих, это, наверное, сердце Библии, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Наверное, многие из нас мы знаем это местописание наизусть. Я читал его множество раз, цитировал много раз, но буквально несколько лет назад, когда я его перечитывал, этот стих проговорил ко мне как-то по-другому. Я увидел что-то глубокое в этом стихе. Смотрите, я попытаюсь, может быть, поделиться этой мыслью. Там написано, «Ибо так возлюбил Бог мир». Что такое мир? На сегодня мир – это более 8 миллиардов человек. Исследователи говорят, что в мире на протяжении всей истории жило, наверное, до 100, а может и больше 100 миллиардов людей. Это мир. И написано, «Ибо так возлюбил Бог мир». Вот какое количество людей полюбил Бог и насколько огромна Божья любовь. Но далее мы читаем, «Дабы всякий, верующий в Него, не погиб». Видите ли вы разницу между понятием «весь мир» и между понятием «всякий, верующий в Него». Из многих миллиардов, включенных в понятие «весь мир», только не так много людей, наверное, относительно, включены в понятие «поверили в Него». Что за этим стоит? Я привел пример этих двух кнопок. Если все люди, все человечество вышли из отношений с Богом, если все люди хлопнули дверью, то Бог полюбил всех людей и пожелал вернуть всех обратно. Но вернутся только те, которые, вот если брать пример этой кнопки, которые перезагрузят отношения с Богом через покаяние, через молитву и просьбу о прощении. Знаете, до этого у меня был слайд, вы, наверное, видели, по-моему, фреско Микеланджело, две руки, рука Бога и рука человека. И спасение состоит из этих двух рук. Если бы не было Божьей руки, протянутой к нам, то мы не смогли бы спастись. Но есть другая рука, наша рука. Если мы не протянем нашу руку к Богу, если мы не схватимся за Божью руку, то мы также не можем быть спасены. И в этом вся суть спасения. Пророк Исаия за 700 лет до рождения Иисуса пророчески сказал эти слова об Иисусе, но Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Бог понес наше наказание, Бог понес нашу вину, Бог занял наше место, и в этом был вот этот особенный подарок, который Бог дал всему человечеству. Но бенефициарам этого подарка, применяя такое слово, смогут стать только те, которые приняли этот подарок, которые не отказались, которые его распаковали и сказали, мне нужно это в моей жизни. И заканчивая, подводя итог, хотелось бы заметить, что Иисус, Он не дает в Библии ответов нам на каждый вопрос, почему в нашей жизни произошло то или иное зло, почему пришла та или иная проблема. Но Иисус дает ответ на главный вопрос жизни и говорит, «Я есть им путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус стал дорогой к Богу, дорогой для восстановления отношений с Богом, дорогой, когда мы можем изменить нашу жизнь. В каком-то смысле, вот брат сегодня рассказывал, когда, я применяю часто сегодня это слово «перезагрузка», его жизнь была перезагружена. 20 лет зависимости, никакого будущего. У него был предначертан определенный конец, но он встретил Бога, и Бог изменил его жизнь. И поэтому вопрос, почему Бог допускает это, приводит нас к вопросу, а как я использую свою свободную волю? Мы можем много винить родителей, как я говорил, близких, далеких, государства, образования, да кого угодно можем винить, но а наша свободная воля, какие решения она принимает? И я сегодня даже не говорю о решениях вчерашнего дня или о решениях более далеких, которые вы принимали. Я хочу сегодня говорить о сегодняшнем решении. Вот эта проповедь, это слово, которым я делился, его цель была подвести вас к определенной точке решения. Наверное, может быть, сделав что-то в своей жизни и столкнувшись с проблемами, как многие из нас, возможно, вы часто рассуждали и думали, я хотел бы переиграть свою жизнь, я хотел бы прожить ее по-другому, я хотел бы не сделать тех ошибок, не нанести тех ран, которые она нес. И мы понимаем, что мы не можем прожить жизнь по-другому. А если бы и вернулись, наверное, мы прожили бы ее так же. Но Бог говорит, и Библия говорит, что мы можем, раскаившись перед Богом, изменить свою жизнь. Последние вот эти принципы, которые высветились, Бог в своей безграничной любви готов и желает простить нам каждый наш грех, и не вспоминать их. То, что однажды мы вместе с Адамом хлопнули этой дверью, нажали эту кнопку, плюнули в лицо Бога, сказали, я буду жить по-другому. И когда наша жизнь зашла в тупик, Бог дал нам возможность выбора опять же и сказал, ты можешь вернуться ко мне. И, по сути, наша свободная воля это то, что может помочь вернуться к Богу и то, что удержит нас от Бога. Не что-то другое, а наш личный выбор. Хотел бы предложить встать, группа выйдет сюда, они будут участвовать в пении, братья-служители будут молиться. И я много не буду говорить, я достаточно сказал, но я хотел бы предложить вам вот этот момент выбора. Это тот момент, тот день, когда вы можете раскаяться перед Богом, когда те проблемы прошлого, которые у вас были, вы можете отдать Богу и попросить у Него прощения за все, что было сделано и попробовать жить по-другому. Чувствуйте себя свободно, выходите вперед, и вы вместе с братьями сможете помолиться этой молитвой покаяния.